Все остальное, по белку, по жира, по углеводам, это спокойно заменить курицу и рыбу. И мне диетологи, когда я узнавала, как мне питаться, как мне что, посоветовали мясо заменить тунцом. Потому что она по составу, по количеству гемоглобина, соответствует мясу. Но она легче усваивается. Когда я приехал целый месяц в Америке, я ел одного курица и набирал форму на нем. И когда я прилетел только в Австралию, в Сынерную, я сразу сказал вам, отвезите меня в ресторан, где есть тунц. Поэтому вам в этом плане тоже очень повезло, потому что пища, она дает очень много. И вам с вашей качественной пищей нужно есть меньше спортивного питания. Потому что ваша пища и так полна. Потому что вы получите все это из-за качественной пищи. Сколько калорий вы в день потребляете и сколько в вашей качественной пищи? Калорий я уже привык давно не считать, потому что я и тренируюсь, и ем, просто самочувствую. Если я чувствую, что мне энергии сейчас не хватает. Я пойду и съем шахалат. То есть я все делаю по самочувствию. Но есть обычные нормы, которые власят так, что если ты весишь 110 килограмм, то чтобы узнать, сколько ты должен есть углеводов, ты должен умножать на 3. Если ты весишь 110, и ты должен умножать, сколько ты должен есть белка, и ты умножаешь на 2. Это обычные вещи. Это база, basic. Но дальше ты должен все уже варьировать сам. Если ты чувствуешь, что тебе не хватает на тренировке энергии, умножай углеводы на 3.5, на 4. И почувствуй. Если ты чувствуешь, что твои мышцы недостаточно жесткие, добавь белка. Умножай не на 2, умножай на 3. Не на 2, умножай на 3. То есть, то, о чем вы говорили, это база. А по содержанию продуктов, базу чуть не надо, вы найдете это в любом месте. По содержанию углеводов, белков, углеводов в каждом продукте, в 100 грамм. И я думаю, что вы знаете, или вы можете найти информацию. Вы можете найти информацию, в том, коже, в том, какое-то продукты, и сколько калорий, и сколько фото, и вы можете найти. Я просто иногда вижу, что много я тренировал, не еду. Мне кажется, что все ребята, которые я тренирую, желателям недостаточно белка. Может быть. Может быть. В России вообще люди голодают. Но в России, люди, которые едут. Потому что весь спорт, он в основном идет из деревень, и люди не богатые. Богатые люди, как правило, штамбы не поднимают.